Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Итак, Михаил, вот как раз именно в понедельник Владимир Зеленский обсуждал дальнейшую американскую помощь Украине с тремя американскими конгрессменами. Они как раз приезжали в Киев. Вот насколько важно сейчас Киеву вот в этой ситуации быть, ну что называется, в прямом контакте с представителями Конгресса, представителями других ветвей власти США? Ну я бы сказал, что в течение всей войны важно и актуально быть в контакте с представителями стран наших основных партнеров, с представителями властей стран основных партнеров, донаторов и так далее. И безусловно, Соединенные Штаты занимают ключевую роль в организации, во-первых, поддержки Украины, то есть проукраинская коалиция организации, ну и соответственно Соединенные Штаты выделяют наибольшие пакеты военной помощи, которые сегодня как никогда актуальны для Украины для того, чтобы вести и продолжать вести свои оборонительные возможности на том уровне, держать оборонительные возможности на том уровне, на котором, в принципе, они сегодня эффективно себя проявляют. Что касается, скажем так, внутреннего диалога, объединенный пакет израильско-украинский, допустим, да, или там условия, которые конгрессмены-республиканцы выставляют в рамках голосования за украинскую часть пакета и так далее, на мой взгляд, к этому надо спокойно относиться. Это проявление, абсолютно корректное проявление внутренней политической дискуссии. Демократия так и построена, что всегда можно задавать друг другу вопросы для того, чтобы оптимизировать, улучшить качество предоставляемой в данном случае политических решений, которые будут определять помощь, которую предоставляют Соединенные Штаты и Украины. На мой взгляд, никто не сомневается в том, и ни конгрессмены-республиканцы, ни конгрессмены-демократы не сомневаются в том, что поддерживать Украину необходимо. Да, идет дискуссия с точки зрения, какой объем этой помощи должен быть, как ее контролировать, насколько она эффективно используется. Давайте не забывать о том, что основная часть денег, которые в рамках этой программы выделяются, идут на закупку на внутреннем рынке Соединенных Штатов, на инвестиции в военно-промышленный комплекс. И, соответственно, конечно же, и республиканцы, и демократы заинтересованы, чтобы это максимально прозрачно делалось и максимально эффективно использовалось в рамках программы поддержки Украины. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Наоборот, я вижу, что сегодня Украина, как страны, которая повысила, существенно повысила свою субъектность, достаточно теплые и крепкие отношения с представителями наших стран-партнеров. И, соответственно, Соединенные Штаты всегда готовы помочь, и мы всегда готовы с ними обсудить или иные вопросы в максимально открытом и доверительном формате. Ну вот в Белом Доме этот законопроект республиканцев назвали, цитирую, «плохим для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности». Имеется в виду безопасность США. И Блумберг пишет, что Байден витирует этот законопроект, если там не будет помощи Украине. Почему для Белого Дома и для президента США важно, чтобы этот пакет помощи был объединен и для Израиля, и для Украины? Совместно что было? Напомню, отошли у нас к речи господина Байдена. Он достаточно четко сказал, и я надеюсь, что это не только президент Соединенных Штатов понимает, но и многие политики понимают, что на самом деле ключевым донором сегодня глобальной нестабильности является Российская Федерация. Да, есть такие организации, как ХАМАС, террористического плана организации, которые максимально жестоко убивают людей. И, соответственно, но это исполнители, это большая сеть исполнителей на разных уровнях, которые, собственно, сегодня почувствовали безнаказанность за военные преступления, которые в течение уже 20 месяцев демонстрирует Россия. И, соответственно, которые максимально, и не только, кстати, ХАМАС, но и многие другие организации сейчас с вожделением смотрят на то, сможет ли Россия устоять от воздействия, скажем так, международного права, сможет ли Россия не выдать военных преступников, сможет ли, грубо говоря, Россия остаться в том виде, в котором она сегодня существует, а это как раз-таки наиболее зловещий вид политической системы, то есть та система, которая, в принципе, инвестирует деньги исключительно в глобальную нестабильность, как таковую, еще раз подчеркиваю, в войны, в погромы, в протесты, в политические убийства и так далее. И если эта страна устоит в таком виде, то, несомненно, дальше количество эксцессов, инцидентов по всему миру будет только нарастать. То есть масштабирование вот этой нестабильности, которую мы сегодня видим и в Украине, в Восточной Европе, давайте шире говорить, и на Ближнем Востоке, и на африканском континенте она будет в 10, в 100 и, может быть, во много раз более увеличена. И поэтому господин Байден четко фиксирует. Посмотрите, мы не можем, условно говоря, бороться с симптомами болезни, то есть симптомы конкретной болезни, не понимая природу этой болезни и не устраняя первопричину этой болезни. Первопричина сегодня всех глобальных ногораздов, ну, нестабильности, скажем так, это как раз Российская Федерация. Не устранив эту причину, мы будем иметь периодически вспыхивающие там, в разных регионах, вот такие же эксцессы, как мы видим сегодня на Ближнем Востоке. И они будут гораздо более кровавыми, потому что, еще раз подчеркиваю, безнаказанность всегда порождает желание увеличивать, масштабировать эту безнаказанность. И, соответственно, на мой взгляд, абсолютно оправданная стратегия, раз уже мы занимаемся сегодня попыткой реанимировать международное право, каркас международной безопасности в целом, реанимировать те же международные институты, переосмыслить то, как должна выглядеть глобальная безопасность, потому что поствоенная ялтинская, скажем так, конструкция не работает сегодня, то, наверное, нужно начинать с первой причины. И, соответственно, конечно же, Украина, которая находится на переднем крае борьбы с Российской Федерацией, еще раз подчеркиваю, должна получать всю необходимую помощь, чтобы Российская Федерация в таком виде стратегически перестала существовать. Путинская элита должна исчезнуть, тот тип государства, которое сегодня в России должен исчезнуть, соответственно, те принципы внешней политики, которые Россия исповедует, должны исчезнуть и так далее. По мне, это действительно максимально дальновидная политика, которая четко говорит о том, что если мы эту проблему решим, то мир получит, опять же, какое-то время на то, чтобы перестроить систему безопасности и жить в более-менее предсказуемой политической, экономической или финансовой среде. Вот продолжение помощи Украины такой темы. Европейские политики намерены посетить США с целью усиления поддержки Украины в ответ как раз на вот эти вот призывы некоторых республиканцев, сокращение потока помощи Украине финансовой, военной и так далее. Об этом сообщает политика, вот и такую инициативу выразил министр национальных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Как бы вы отнеслись к такой инициативе европейских политиков? Я с большой симпатией, с огромнейшей симпатией отношусь ко многим европейским странам, а прежде всего к странам Балтии. Они действительно полностью понимают все риски, которые сегодня генерирует Российская Федерация. И также они прекрасно понимают, что если эти риски не будут устранены в рамках войны, к сожалению для нас, войны в Украине, то, соответственно, Россия будет гораздо более нагло себя вести, в том числе и, возможно, на территориях этих стран. То есть, грубо говоря, наиболее объективная оценка последствий неправильного финала войны как раз таки и есть у таких стран, как Литва, Латвия, Эстония, та же Финляндия, если мы берем, скажем, Север Европы и так далее. Поэтому, безусловно, они крайне заинтересованы в том, чтобы Украина получала все надлежащие инструменты, чтобы вокруг Украины продолжала формироваться вот эта проукраинская коалиция и соответствующие затраты были не только на военную помощь, но и на информационную помощь, на дипломатическую помощь, ну то есть на все виды помощи, которые нам сегодня нужны. И чтобы вот эта, скажем так, консолидированная позиция, что эта война должна быть доведена до справедливого конца, она не претерпевала никаких изменений. И, соответственно, чтобы не было проволочек, опять же, с принятием тех или иных важных управленческих решений на уровне национальных правительств других стран. Как бы мы там ни говорили, смотрите, здесь очень странно даже это обсуждать, на сегодняшний день нету такого понятия, как война Украины-России. Есть понятие, да, в рамках войны глобальной, демократии и авторитаризма или терроризма в целом, да, давайте так говорить, есть конкретная большая война Украины-России. Но Украина не сама по себе защищает свои территории или Россия не просто так заходит на нашу территорию, чтобы забрать эти территории. Нет, это вопрос, каким будет мир с точки зрения правил. Выигрывает Украина, возвращается доминирование демократии, ну, соответственно, свободой возвращается конкуренция, политика. Более правильное, самое главное, мы сможем с вами действительно свободно себя чувствовать и свободно передвигаться по другим странам. Тут надо, конечно же, делать оговорку на то, что сегодня за счет того же конфликта на Ближнем Востоке вылезли другие болезни, которые были порождены неправильными национальными политиками. Ряда европейских стран в середине 90-х, в середине 2000-х лет это тоже потребует пересмотра. Вылезли такие болезни, как, например, опять же, недееспособность многих международных институций, которые, в принципе, не в состоянии ничего делать. Мы, кстати, знаем, что в ноябре месяце возглавлять форум Совета по правам человека ООН будет, например, Иран, страна, что само по себе является абсурдной, окончательно дискредитирует концепцию прав человека как таковых и, опять же, институтов, которые занимаются сбором данных по нарушению прав человека в разных странах. Так вот, выигрывает Россия, ну или Россия, например, не проигрывает, давайте так будем говорить, да, то есть останется на оккупированных территориях и так далее. Это будет означать, что доминировать в мире будут теперь крайне агрессивные террористические группы, крайне агрессивные авторитарные режимы, и, соответственно, у нас с вами стабильности не будет. И тогда возникает резонный вопрос. И это прекрасно понимает господин Лансберг. То есть возникает перекос, да, то есть через какое-то время национальным правительствам придётся тратить гораздо больше денег, гораздо больше усилий прилагать на то, чтобы защититься от этого нарастающего резко стремительно хаоса, нарастающих военных действий по периметру не только Украины, но и по периметру других стран. Вот, в принципе, логика, и она абсолютно оправдана. То есть сегодня, за счёт того, что сегодня обострены все проявления агрессии, такого типа, как Россия демонстрирует в Украине, и сегодня можно это решить за счёт того, что Украина готова эту войну справедливо финализировать, но для этого необходима консолидация поддержки, консолидация помощи, ну, то есть консолидированная передача тех необходимых инструментов, которые нам для этого нужны. Ну и, соответственно, конечно же, надо, чтобы страны продолжали это делать, потому что это в их интересах. Ещё раз подчеркнуто, не только в интересах Украины сегодня. Россия претендует не только на часть Украины или на всю Украину. Россия претендует на пересмотры, об этом неоднократно говорили разные физиономии, такого типа, как Путин, да, пересмотра общепринятой конструкции глобального миропорядка. Этот миропорядок должен быть другим, по их мнению. Там должна доминировать сила, там должно доминировать насилие, там должен доминировать терроризм как таковой. Я сомневаюсь, что кто-то в европейских странах хочет жить в системе, где будет право сильного или право первого выстрела. Чрезвычайный полномочный посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Украина пока не посылала запрос относительно возможного визита президента Зеленского в Израиль, но его ждут в стране в любое время. Насколько сейчас, в этот сложный период, и для Украины, естественно, который уже там больше двух лет в полном штабного вторжения, и вообще 2014 года, и для Израиля сейчас, в этот непростой период усилить взаимодействие между двух стран, чтобы взаимоотношения Израиля и Украины вышли на новый уровень, потому что Израиль помогал Украине в борьбе с Российской Федерацией гуманитарно, медикаментами, но не оказывал военную помощь, оглядываясь как бы на Россию. После того, как Россия поддержала Хамас, очевидно, эти оглядки уже беспочвены. Вот как вы считаете, будут ли другого уровня отношения между Украиной и Израилем? Ну, во-первых, я максимально радикально смотрю на то, что происходит на Ближнем Востоке, и солидаризируюсь, безусловно, с израильским народом, господином Бродским, он абсолютно прав. С точки зрения в том, что мы можем друг другу помогать, и будем как-то интенсифицировать эти отношения, несомненно, потому что и вы, опять же, правы, что до определенного момента, исходя из региона, из крайне неоднозначного и крайне нестабильного региона, Ближний Восток, Израиль аккуратно относился к тем или иным видам помощи Украине. Сейчас, наверное, многое будет меняться, с учетом того, что, знаете, это исторически предопределенные процессы. Хочешь ты или не хочешь, есть страны демократии, которые сегодня вынуждены защищаться, в том числе на Ближнем Востоке. Есть страны авторитарные, которые максимально инвестируют в терроризм. Россия долгое время, мы об этом, кстати, неоднократно говорили, инвестировала и в Иран, инвестировала и в Хамас, и в Хезбалу, ну и во многие другие проявления, и в Сирию, кстати, в этом же регионе находящуюся и так далее. И, соответственно, конечно же, можно ожидать изменения отношений. Это все будет, опять же, исторически абсолютно оправдано. Третья составляющая. Президент готов. Президент Украины имеется в виду. Безусловно, он всегда активно реагирует на те или иные проявления, важные глобальные проявления каких-то процессов и так далее. Он готов с визитами быть даже в таких странах, где сегодня развивается тяжелая ситуация, я имею в виду как в Израиле и так далее. Президент об этом открыто говорит. Он солидаризировался, опять же, с народом Израиля. Он сразу выразил соболезнования, выразил понимание того, что происходит в Израиле и так далее, и тому подобное. Будут официальные уже возможности осуществить визит. Конечно, мы об этом будем рассказывать. Соответственно, есть о чем разговаривать. Я имею в виду, разговаривать с представителем Украины и представителем Израиля. Я думаю, будем постепенно развивать эти отношения. Но давайте не забывать, что, опять же, как бы мы ни смотрели на события, происходящие на Ближнем Востоке, все-таки, опять же, нужно прекрасно, четко понимать, что за всеми этими главными, вернее, давайте так даже, главным выгодоприобретателем того, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, является Российская Федерация. Смотрите, во-первых, отвлечение информационного внимания есть, безусловно. Отвлечение внимания политического, который, собственно, формирует как раз-таки активные позиции в отношении военной помощи. Есть, конечно, есть. Вы же сами только что мы начинали с вами это обсуждать с точки зрения тех процессов, которые происходят в том же Конгрессе Соединенных Штатов. Третья составляющая. Скажем так, отвлечение внимания дипломатических сообществ разных стран, которые активно пытаются найти решение кризиса израильско-палестинского глобального, но и в то же время, учитывая то, что Хамас 7 октября зашел с намерениями максимально жестоко убивать граждан Израиля и так далее. То есть гуманитарные проблематики возникают, то есть как бы инициативы по урегулированию возникают разнообразные. Россия, более того, параллельно Северная Корея, как оказалось, активно снабжает снарядом и Хамас, и Российскую Федерацию. Иран вообще перестал обращать внимание на какие бы то ни было приличия с точки зрения военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. То есть многие начинают сбрасывать просто маски откровенно, открыто, и говорят о том, что будем помогать вернее той же России или тому же Хамас убивать гражданское население и так далее. Это очень сложный узел проблематик, который возник. К сожалению, если бы все-таки более интенсивно работали по кейсу Российской Федерации, то есть, грубо говоря, более интенсивно и более ускоренно помогали Украине и, например, России уже как главного донора глобальной нестабильности. А что такое донор? Это не только, условно говоря, информационный донор. Это и донор разведданными, и донор финансовый, и донор оружейный в том числе, и донор консультативный и так далее. Вот не было бы сегодня России, и я не сомневаюсь в том, что во многих регионах ситуация выглядела бы гораздо более стабильной. Поэтому, безусловно, нужно все это развивать, отношения и двухсторонние, и многосторонние в рамках коалиции поддержки Украины, и президент активно этим занимается. Внешнеполитический, кстати, вектор Украины крайне интенсивно отрабатывается президентом Украины, и, соответственно, акценты на этом направлении расставляются достаточно жестко и достаточно четко. Израиль, о котором перед этим мы говорили, стал еще, по сути, одной страной, которая убедилась в, мягко говоря, несостоятельности ООН, как организации, которая должна была бы, по идее, предотвращать всякие войны и конфликты, а по факту она призывает стороны к припрощению огня на условиях агрессора, как ранее это было в случае с Украиной, или вот как сейчас это происходит в случае с Израилем. Учитывая, что недовольство ООН растет в мире, не приведет ли это в конечном итоге к такому существенному реформированию этой организации, ну или вообще даже к какому-то упразднению? Очень хорошо вы говорите. Хотелось бы, конечно, что это непосредственно вот эти события, которые мы сегодня проживаем, привели к обязательной существенной трансформации ООН как таковой, но давайте все-таки без иллюзий, я думаю, что ООН, как и любая другая бюрократически большая, тем более очень хорошо финансируемая организация, будет сопротивляться тем или иным реформам, тем или иным трансформаторам, людям комфортно там работать, несомненно, они себя чувствуют важными составляющими общеглобальной политической системы, и, соответственно, они считают, что их работа сводится как раз к констатации каких-то фактов, или не констатации фактов, ну и, соответственно, к высказыванию тех или иных заявлений. Не более, но и не менее того. Поэтому, конечно, я надеюсь, что вся глобальная система взаимоотношений будет пересмотрена. Для этого нужно, чтобы были выполнены несколько условий. Одно из них, базовое условие, это, еще раз подчеркиваю, конец существования такого российского государства, которое, несомненно, является как раз-таки главным финансистом вот этой нестабильности, и крайне заинтересован в сохранении вот таких недееспособных международных институтов. Кстати, это касается не только ООН. Если этот фактор будет решен, то я тогда думаю, что в ООН будут идти существенные трансформации. Если Россия в каком-то виде остается, ну то есть, грубо говоря, путинская элита, даже там при живом или неживом Путине остается, в таком виде, как мы ее сегодня знаем, то, конечно же, никакой существенной трансформации с ООН не будет происходить. Эта площадка по-прежнему будет не иметь никаких функциональных обязанностей. Она будет являться скорее такой пиар-площадкой для того, чтобы там можно было, вот как вы помните, да, там периодически представители России выполняют цирковые номера, цирковые информационные номера, но сообщая абсолютно фейковую информацию с таким опломбом, чтобы разлетались брызги из физиономии и так далее и тому подобное, доказывая свое право уничтожать гражданское население суверенного государства Украины. Поэтому, конечно, я с вами согласен, что необходимо, во-первых, и переводить эти международные институции в более дееспособные организации, то есть сделать их более дееспособными. Второе, необходимо для этого, собственно, понимать, в какой конфигурации они должны существовать. Третье, нужно убирать у таких стран, как Россия, право вета, потому что Россия недостойна иметь право вета, потому что это Россия страна со специфическим представлением о добре и зле, со специфическим представлением о международном праве, и, соответственно, на правом вета торгуют, не более того, в рамках тех или иных корыстных интересов. Соответственно, нужно расширять состав участников Совета безопасности как таковой, нужно более внимательно отследить, кто из стран сегодня действительно должен сидеть за ключевым столом, безопасностным столом и определять правила поведения, но и главное, нужно, чтобы у ООН были инструменты подавления или принуждения к исполнению тех или иных конвенций или того или иного международного права, или даже устава самого ООН и так далее. Пока таких инструментов не будет, эти организации будут бессмысленны, и они скорее будут создавать, как вы правильно говорите, информационный шум, который не будет иметь никакого значения для страны-агрессора. Более того, страна-агрессор всегда будет использовать площадку таких организаций, как ООН, для того, чтобы там высказать свою абсолютно абсурдную позицию по праву, еще раз подчеркну, по праву уничтожать людей, граждан других стран. Поэтому будем надеяться, что правильный финал войны… Вот смотрите, мы все время возвращаемся к главному. Правильный финал войны позволит миру получить, во-первых, шанс на какую-то стратегию собственного развития эволюционного, второе, на какие-то гарантии общей глобальной безопасности, третье, на возможность все-таки сосуществовать в рамках разных идеологий, национальных идеологий, но в рамках единого международного права, и четвертое, все-таки наказывать тех, кто это право, безусловно, нарушает, идя в разрез с даже нормами того же устава ООН. Спасибо вам большое, Михаил. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента, был с нами. Мы обсуждали помощь, американскую помощь Украине, которая будет продолжаться совместно с израильской. Почему эти две войны, в принципе, в Израиле и в Украине, можно считать как одним целым для американского народа и в плане помощи, но и также о финале, правильном финале этой войны, о том, как оно должно быть на самом деле, для того, чтобы этого больше не повторилось. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.